Вчера в 8 часов вечера в трамвайном переулке, что в пионерском поселке, на трамвайных путях засел подорожник, и это напомнило ситуацию из цикла «Не льсти себе». Во-первых, вчера, за два дня до конца календарной зимы, Екатеринбург накрыл мощный снегопад. Первый настоящий снегопад за эту зиму. И этот факт невозможно было не учитывать. Во-вторых, клиренс у этого подорожника крошечный, и при этих раскладах вообще непонятно, что побудило рулевого сунуться на рельсы. К тому же заваленные толстым-толстым слоем осадка. Возможно, пилот подорожника пребывал в самообольщении. Короче, он стал пробиваться сквозь снега и, естественно, очень быстро застрял. Сел на брюхо и парализовал трамвайное движение. По словам очевидцев, на полчаса, не меньфе. Пассажиры трамвая, вставшего следом за подорожником, вышли, посмотрели на засаду, поняли, что ехать-то все равно надо, и совместными усилиями попытались железяку на резиновых калошах сдвинуть с путей, предназначенных для железных колес. И надо отдать должное их мускульной силе. Кое-каких успехов они добились. Но не более того. Подорожник завис на заснеженных рельсах всерьез и надолго. Пришлось вызывать профессионалов. Ну, то есть грузовик с краном аварийной службы. Он приехал через полчасика. Ну, потому что тоже ехал по заснеженному городу, утопающему в пробках. Ну, а дальше проще. Большая сильная машина подцепила легкую налямку и легким движением превратила... превратила... ну, в общем, в элегантные шорты. Подтолкните вы его с этой стороны, он же сейчас туда поедет. Все, 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 все. После этого сплотившиеся за время тени толкайства пассажиры дружно ломанулись в железноколесный транспорт и поехали, как зайчики. Ну, в смысле, не бесплатно. А как зайчики в трамвайчике, жаба на метле едут и смеются. Вытащить не вытащили, но они хотя бы попробовали.